Привет, у нас вечер. Я вообще не собиралась записывать видео, но просто не смогла удержаться. Мы очень часто подключаем компьютер к телевизору. Я не знаю, сейчас вот, наверное, кто-нибудь надо мной поржет. Может быть, уже все давно так делают, но для меня это какое-то... Как это? Открытие, вот. Сейчас покажу. Вот, значит, у нас тут стоит компьютер, он у нас подключен к телевизору. Раньше мы всегда, ну, этот гугл, наверное, плохо видно, сейчас нам подсвечивает. Ну, в общем, смотрите, я, значит, сижу сейчас на полу, и мне нужно было бы встать для того, чтобы подойти к компьютеру и написать то, что мне нужно, да, в гугле. Но я беру, нажимаю сюда, я знаю, что так можно делать на телефоне, но я никогда так не делала на компьютере, аж тем более на телевизоре. Я нажимаю просто и говорю, вот, видите, написано обработка. Неразборчиво. Давайте еще раз. Русалочка-мультик. Собачка. Ну, я, короче, непонятно сказала, давайте еще раз. Русалочка-мультик. Все. Вот она, наша русалочка. Тут у меня вот мышка. Вот она в руке. И я, ну, мышка беспроводная, которая подключена тоже к компьютеру. Так. Ну и все. Мультик-мультик. Представляете? Открытие для человека, да? Мы решили с Кирой посмотреть русалочку. Она уже доросла до таких полнометражных мультиков, поэтому мы сейчас все пересматриваем. Мы уже многие посмотрели на 100 раз. Вчера вот, или позавчера мы смотрели Муану. Троллей 100 раз она уже видела. Холодное сердце. Рапунцель. Ну и вот что-то мы решили русалочку посмотреть. Я любила этот мультик, детка. Савочка-мультик, приветики. Вот куда? Не бойся, детка. Забирайся под крыло. Там и тихо, и тепло. Мы решили, я точнее решила. Мишна-мама недавно разбирала второй этаж. Ну, в доме. Короче, долгая история. Просто у нас есть обои. Обои одна. Вот такая вот осталась. Она у нас, мы ее приклеили, но она у нас отвалилась, потому что нам клея тогда не хватало. Ты че? Ты че кататься? И у нас вот здесь вот. И у нас вот здесь вот, получается, была эта обоя. Потом тут вот, короче, все порвалось. Кира тут начала все отдирать. Мы тут заклеили наклейками, но все равно стремно получилось. Но в итоге я решила эту обои приклеить. И смотрите, у меня какие значительные помощники. Как хорошо, да, когда дети любят вот так вот отдирать. Эй, не бросай на меня. Опа. Мы с вами должны это делать. Да, все, ладно. Не помогаю. Держи, держи, держи. Я не знаю, где у нас эти, а это челомписи не нравится. Нет, она скучная. Я не знаю. Как-то, ну какая-то еще странная. А почему эти, он такой класс? Все участвуют. Вы в домик? Вы в домике? Нет. Да, мы отрели на всякий случай. Ммм. Вы только посмотрите на это чудо. Пришла помыться Соня. Причем он огромный. На всю ванну. Киса. Ой, че. Ой. 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 Посмотрите, какой он огромный. Какой большой кот. Какой большой кот. У нее есть репектаж. Низи принцессы. И у нее еще кот огромный. Он не царапался. Их все гладили. Потому что он, почему, чтобы он маленький солнышки. И потом маленький. После гулятили здесь он. Котенька. Идут не пил. Хорошо, солнышки. Годи другого кот. Седра, маленько. Котово-сенько. И еще солнышкинко. Всем привет. У нас сегодня суббота. У меня сегодня, представляете, куда я иду на встречу одноклассников. Я закончила школу уже 4 года назад. И у нас первый раз встреча одноклассников. Хотя помню, когда у нас был выпускной, мы прям кричали, все, в следующем году поедем сюда же. Будем каждый год встречаться. Но в итоге мы много раз списывались. Давайте встречу сделаем, все остальное. И как-то, ну, все никак не могли договориться. А тут, вот буквально месяца 2 назад нас, одна наша одноклассница, всех добавила в беседу. Этих бесед уже было, я не знаю, десятки точно. Мы уже пытались встретиться очень много. Почти каждый год мы собираемся. И в этом году все-таки собрались. И почему-то мне так волнительно туда идти. Хотя, вроде бы, я училась с 1 по 11 класс в одном месте. Я не переходила из школы в школу. Я, и практически все мои одноклассники. У нас мало кто уходил, мало кто приходил. Вот будет у нас там одна девочка, которая пришла в 10 классе. А все остальные, они все те, кто были со мной с 1 по 11 класс. То есть я так много времени провела с этими людьми. У меня с одноклассниками хорошие отношения. Ну, я с ними сейчас не общаюсь, никак не дружу. Но в школе мы общались. Не то, чтобы мы там после школы, когда с ними гуляли, но в школе мы всегда, я со всеми нормально общалась. У меня не было никаких конкурентов. Единственное, последний год, когда я с Мишей жила, я вообще мало ходила в школу. Ой, ну, короче, последние полгода моей учебы, то есть в 11 классе я жила с Мишей. Мы жили на отдельной квартире, и я очень мало ходила в школу. Ну, в общем, это другая история. Я стала очень мало со всеми общаться, но все равно, как бы, я никогда ни с кем не ругалась. И, по идее, что мне вот должно быть, да, как-то некомфортно. Ну, я не знаю, как-то волнительно мне все равно туда идти. Не знаю, почему. Миш, тебе было бы волнительно идти на встречу к одноклассникам? Да, у нас собирались на праздники, да, Николю? Да. Ну, я думаю, все будет нормально. Ну, как бы, я хочу пойти. У меня, конечно, были такие мысли, ой, что-то там, я не знаю, как-то некомфортно, может, не идти. А потом думаю, ну, блин, я... Представляете, сколько времени одноклассники? Я 11... сколько? 11 лет. Я с ними проучилась каждый день практически. Фактически, бок о бок. И вот мы 4 года, я уже с ними, со всеми не видела. И вот дела просто хотела поделиться и спросить, кстати, у вас. Когда-нибудь ходили на встречу одноклассников? Вообще, у вас когда-нибудь собирался класс вот так вот после школы? И у меня вот папа ходит тоже на встречу одноклассников. По-моему, даже каждый год у них класс собирается, хотя ему уже 42 года. Вот. И они до сих пор собираются и ходят на встречу одноклассников. И все замечательно. Мы вот первый раз собрались. Я бы не скажу, что у нас был очень дружный класс. У нас был обычный нормальный класс. Конечно, там у нас делились и на компанию, и мальчики отдельно, девочки отдельно, и в компании девочек, и в компании отличников, и в компании неотличников. То есть, ну, были такие деления. Но как-то вот в последних двух классах, в 10 и в 11 классе, мы все вместе общались. Я бы, ну, я могу сказать, что у нас был хороший класс. Я, ну, как сказать, что я люблю своих одноклассников, я не знаю, можно так сказать или нет. Но я рада, что я училась именно в этом классе. Я не знаю, у нас был хороший класс, я считаю. Хотя учителя так не считали, но у нас был нормальный хороший класс. Потому что я знаю, что некоторые люди после школы вообще не хотят никак даже вспоминать про своих одноклассников и про школу. Я не знаю, с чем это связано, но есть люди, которые переходят из класса в класс, да. Там два года в одной школе поучились, там два года в другой школе. Это те люди, которые часто переезжают. Или вот у Мишин брат, например, он, по-моему, 3 или 4 школы сменил, потому что тут учительница плохая, там еще что-то не так. Не знаю, что у меня там из-за меня в фоне. Надеюсь, вас там ничего не смущает, потому что я хочу переставать снимать на каком-нибудь прям очень стрёмном фоне. У меня такое бывает, хочу что-нибудь сказать. Я думаю, ладно, что там лежит, главное, что я скажу. Вот, а сейчас как-то, ну, надеюсь, что там все более-менее нормально, потому что я плохо на самом деле вижу, но оно как бы там немножко втенит. Ну, в общем, у нас был хороший класс, и тут навстречу не все. У нас было там 25 где-то человек в классе, идут всего 9. Кто-то в армию у нас ушел, один мальчик, другой у нас, у него сегодня у жены день рождения. Ну, может быть, он сказал, придет после дня рождения, вот. А, он же, кстати, тоже в этом же кафе, в котором мы договорились встретиться, он в этом же кафе отмечает день рождения своей жены. Так что напишите мне, ходили ли вы когда-нибудь на встречи одноклассников, собирались ли вообще когда-нибудь у вас класс собирался. Вот у Миши класс, он мне только что сказал, собирался не раз, но он ни разу не ходил. Вот, а я все-таки хочу пойти. Привет. Вчера говорила, что хочу снимать только на нормальном фоне, вот только снимаю вообще в кровати под одеялом. Хотела рассказать, как я сходила на встречу одноклассников. Ну, ладно, хоть под одеялом немножко вылезу. Сходила хорошо, и когда я только-только зашла, мне так было стеснительно. Ну, как, не то чтобы стеснительно, но так необычно. Я когда пришла, уже пять человек было после меня, еще два человека пришло. Вот, в итоге нас было, ну, кто-то ушел, кто-то пришел. Короче, не знаю, сколько нас примерно было, но где-то шесть, плюс-минус там. Просто не все были сразу. Кто-то ушел, и другие пришли. Что, Кирис? Мама, можно мне песок, можно мне песок такой, который можно снимать. Ладно, только давай попозже, ладно? Попозже. Да. А когда? Ну, сейчас я тут расскажу. А потом, может, песок? Да. Мам, я больше не буду его на поле играть, я буду с ним играть. Хорошо. Хорошо посидели мы. Внешне у нас очень сильно парни изменились. Девчонки, наверное, никто не изменился у нас. Парни, да, я даже, ну, как, я их просто видела в фотке, поэтому не сильно удивилась. Но, да, они так поздоровели, короче. Бороду отрастили. В школе, а-а-а! В школе еще не было бороды. Я просто вот так держу руку. Я больше воды не хотела. Ай! Так вот, на чем я там остановилась? Ай, кошка! Пусаться! Я думаю, это была не последняя наша встреча, но думаю, что в следующий раз мы встретимся, ну, во-первых, когда все из армии придут не раньше, чем через год. А вот с теми темпами, с какими мы собираемся, всегда это, наверное, будет не раньше, чем через 4 года опять. Анька, ну, одна из одноклассниц говорит, наверное, мы в следующий раз будем уже в детской комнате встречаться. Ну, надо будет встречаться вместе, где есть детская комната. Мы собирали только тех, кто у нас был до 11 класса. А те, кто ушел после 9-го, мы как бы не собирали все вместе. Хотя я знаю, что некоторые хотят. Вот те, кто после 9-го еще давно хотели встретиться. Вот, ну, не знаю, может быть, мы как-нибудь отдельно еще когда-нибудь встретимся. Ну, вряд ли, на самом деле, потому что это так очень сложно всех собрать. Тем более, мы сейчас на встрече вспоминали выпускной. Тоже я, блин, так ржала. Ай! Это какая-то, в общем, дешевая кошка. Ничего себе у нее там дыбом все. Вспоминали выпускной. Какие приколы были на выпускной. У нас был, конечно, веселый выпускной. Вот. Вспоминали школу. Обязательно, я не знаю, вот без этого просто никак вспомнили, это очень часто вспоминают, как я одну ситуацию со мной смешную. Ну, как, я не знаю, смешная она или не смешная. Не буду рассказывать. Просто, ну, много таких прикольных моментов можно вспомнить из школы с одноклассниками. Так что, в общем, здорово сходили. Я вам в прошлом видео говорила, что мы песок убрали, но мы его периодически достаем. Знаете, я все-таки подумала, здесь вот в этом наборе, я вам уже показывала, идет в наборе песочница надувная. Она, честно говоря, не очень удобная. Она широкая, но очень маленькие у нее вот эти бортики низкие. И я решила, значит, вообще мне так случайно, у меня Кира сейчас попросила песок, и я думала, куда его высыпать. Не охота эту песочницу надувать. И мыть ее сложно. И я увидела вот эту вот коробку у нас стоит. Я думала, куда ее приспособить. У нас раньше лежали тут лекарства, эта коробка из Икеи. У нас есть крышка вот. И я думаю, все, мы будем хранить песок теперь вот в этом контейнере. Если у вас есть тоже генетический песок, или вы хотите его купить, но не знаете, где ребенку с ним играть, то вот, отличный вариант, я считаю, с крышкой. Сюда вот мы положим все кнопочки. Они вот так вот у нас прямо будут храниться теперь в этом контейнере. Кира, только играть только вот здесь вот. Только в песочнице. Песок не высыпай на пол. Ясно? Ясно. Вот. Ну цвет песка не... Играем здесь! И можно будет докупать песок. Там еще, знаете, как не очень удобно было? Получается, вот сам пол, да? И вот такие вот здесь бортики. И под них, вон туда, он забивался, этот песок. Ну, короче, не очень удобно, если вы увидите. Вот этот песок сейчас в детском мире, ну, я не знаю, как сейчас, мы купили его по скидке в детском мире. И, ну, вот, получается, не очень удобная песочница. Песок, в принципе, сам по себе нормальный. Ну, ничем не отличается от других песков, которые я когда-либо видела. Вот, допустим, в магазине в одном, там есть тестер, так скажем, да, вот такого вот песка. Ну, песочница с песком. И я его трогала. Он намного дороже, чем вот этот. Я его трогала. Он, в принципе, ничем не отличается от песок. Ну, точно такой же вот. Ну, я думаю, что все будет нормально вот у нас с этой песочницей. Оно... Так очень удобно хранить. Оно не открыто. У нас, тем более, сейчас кот. Раньше эта песочница стояла просто на полу. Открытая туда мог... Нет, кстати, тогда у нас, по-моему, то ли не было еще котенка, то ли она была еще очень маленькая. Ну, она туда не запрыгивала. Но сейчас я уверена, что если бы у нас стояла та песочница, или даже если бы стояла эта открытая, она бы туда запрыгивала и рассыпала бы его везде. А так мы вот поиграли, крышкой закрыли, и все. Будем еще докупать песок. Потому что Кире, он, конечно, нравится. Смотри! Ой, какой зайчик получился красивый. Кира вообще любит песок. Очень сильно на пляже. Вот мы когда приходим, она постоянно играет в песок. В песочнице. То есть это вот прям очень она любит. Были когда в Кидбурге, я, по-моему, уже тоже рассказывала, что она там очень долго стояла и играла именно с песком. Поэтому мы ее решили взять. Ты куда пошла? Ну, кстати, вот еще я включила мультик, вот этот вот, «Тайна домашних животных». Я уже сама смотрела этот мультик. Вот Кире сейчас включила тоже. Кашки? Да. Твою малышка стоит. Ладно. Спасибо. Спасибо.